Не уверен, что вы задумывались об этом раньше, но вы, как творческий человек, являетесь брендом. Давайте я объясню. Не важно, что вы делаете. Вы ведете инстаграм-аккаунт, снимаете свадебные видео, фотографируете бездомных кошек, верстаете сайты или делаете видео для ютуб. Вы являетесь брендом. Все ваши сделанные фотографии, видео, сайты являются частью вашего бренда. Но не все из нас могут похвастаться хорошей узнаваемостью среди людей. Также суровая реальность такова, что положение на бизнес-стороне у многих авторов не самое лучшее. Одна из самых больших и главных частей в бизнесе – это брендинг. Давайте разбираться, как добиться того, чтобы вы, точнее ваш бренд, стали на совершенно новый уровень. Поехали. Давайте я объясню, как вы можете быть брендом. Когда вы слышите имя Максим Русаков или Фримакс, вам сразу на ум приходит фотография, видео, ютуб, фотошоп, ну и что-то в этом духе. Когда вы слышите Apple, вам сразу на ум приходит iPhone, MacBook, Стив Джобс, переходник за 10 тысяч рублей. Все популярные компании или отдельные люди сформировали определенные мнения о себе. Ваша задача сделать то же самое. Это и будет называться вашим брендом. И первое, что вам нужно сделать, это придумать, что вы хотите делать и в чем именно вы хотите быть известны. О чем будет думать человек, когда услышит ваше имя или название вашей компании? Может вы что-то продаете, что-то рекламируете? Вы фотограф или ученый? Вы хотите изменить мир? Какой логотип будет у вашей компании? Какая ваша миссия? Что вы хотите донести до людей? Какая цель вашей компании? В чем смысл вашей компании? После того, как вы ответите на все эти вопросы, вы можете приступать к созданию своего бренда. Теперь давайте разбираться в особенностях построения бренда. Вы можете делать потрясающие фото, снимать прекрасные видео, верстать замечательные, сверхъестественные, многофункциональные, гениальные сайты. Но если дизайн вашего сайта портфолио, превью на видео или логотип выглядит как мусор, никто не зайдет, чтобы узнать, что вы действительно делаете что-то гениальное. Нужно начать с того, чтобы вы создали свой внешний вид, ваш текст, все, что вы делаете, должно быть в одном собственном стиле. Честно говоря, я и сам только с недавних пор начал создавать свой бренд, и дела действительно пошли вверх. Вам нужно задуматься над тем, чтобы отличаться от других, чтобы у человека или группы людей сформировалось определенное мнение о вас, точнее о вашем бренде. Используйте одинаковый стиль на всех ресурсах. Если вы любите красный цвет, как я, используйте красный цвет везде. В шерифтах, во всяких главных деталях. Лично у меня сайт, канал на ютубе, все оформлено в одном и том же цвете, в одном и том же стиле. Для того, чтобы человек, когда заходил на сайт, он понимал, а это сайт Максима Русакова, да. Используйте одно и то же главное фото. Если вы как лицо являетесь своим брендом, то есть у вас бренд не состоит как компания, только вы, например, вы фотограф, то используйте одно ваше главное, любимое, возможно, фото. Чтобы человек не думал, так, это точно он, ага, ага, да. Чтобы, когда он увидел вас первый раз и потом увидел во второй раз, он точно был уверен, что, а, да, вот это он, о, да, вот это он, вот это он, вот это он тот самый мой любимый дизайнер, да. И еще, сайт. Сайт это очень важно. Если вы создаете свой бренд, то сайт это, наверное, одно из самых первых вещей, о которых вам нужно подумать. Особенно, если вы фотограф. Если у вас есть сайт, то можете прибавить себе плюс 100 очков к авторитетности. Если у вас есть сайт, вы просто гениальный человек, все сразу, о, у него есть сайт, еще у людей до сих пор есть такое мнение, что если у кого-то есть свой отдельный сайт, то это гениальный человек. На этом, скорее всего, вы выиграете и не раз. И важно создавать сайт в вашем стиле. Лично я люблю минимализм, и мой сайт оформлен в стиле минимализм. Мне круто повезло, что у меня есть много талантливых подписчиков, один из которых Николай Чесноков. Он полностью изменил мой сайт, точнее, сверстал все заново. Лично я верстать сайты не умею, поэтому я свой первый сайт делал на WordPress. Плюс ко всему я добавлял на него визуальный редактор, или как-то так это называется. И после этого всего, внимание, страница загружалась секунд, ну, я не знаю, 20-30. Мы добились того, чтобы сайт загружался за 1-2 секунды. Вы только вдумайтесь, сайт загрузился. Мы полностью изменили дизайн сайта, теперь он выглядит минималистичным и понятным. Теперь понятно, куда нажимать, чтобы что произошло. Все как-то лаконично, аккуратно, идеально. Главное прекрасно отображается на мобильных устройствах. Когда будете делать свой сайт, обязательно позаботьтесь о том, чтобы он хорошо выглядел на мобильных устройствах. По статистике, лично у меня, 35 или 40% используют мобильные устройства при просмотре моего сайта. Мой первый сайт не отображался адекватно на мобильных устройствах. То есть нужно было приближать, как-то там все зумировать неудобно было. То есть он отображался как обычный сайт на мобильных устройствах. Выглядело ужасно. Сейчас же сайт отображается просто прекрасно. В общем, я безумно рад и если выбирать сейчас, делать сайт на WordPress или чистую верстку, я без малейшего сомнения выберу чистую верстку, потому что это выглядит в тысячу раз лучше, загружается в тысячу раз лучше и это просто прекрасно. Если вы хотите такой же крутой сайт как у меня, обращайтесь к Николаю Чеснокову, ссылки на его ресурсы я оставлю в описании. Он очень талантлив, знает свою работу на все сто и может сделать любой сайт, который вам нужен. Так, сайты мы закончили, теперь важно определиться какой ваш стиль. Если вы живой человек и ваш бренд, то есть вы, то есть ваш бренд это живой человек, ваш бренд представляет вас, а вы свой бренд, то вам нужно определить какой ваш стиль. Вы веселый, грустный, может быть вы любите пошутить или наоборот, вы всегда ведете все серьезно, вам нужно определить этот стиль и всегда придерживаться его, чтобы ваши зрители знали чего ждать. Вы должны держать свой стиль, показывать себя таким, какой вы есть, то есть всегда отображать одно и то же. Ну то есть как, вы можете где-то повеселиться, где-то нет, но придерживайтесь одного стиля, стиля общения, своего отображения, представления, то есть того, как вы выглядите. Потому что как человека вы сможете себе повторить, но постоянно копировать какого-то актера, может кто-то вам нравится, вы не сможете, поэтому ведите себя так, как вы ведете себя в обычной жизни и люди к вам потянутся. Ой боже, эта фраза. Теперь остановитесь, посмотрите на свой бренд, подумайте над этим, подумайте над тем, как сделать его лучше, подумайте над тем, как сделать, чтобы вы стали более популярным, более узнаваемым и более успешным в вашем бизнесе. Жмите лайк, если вам понравилось это видео, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать следующие видео. Присоединяйтесь к нам, у нас весело, информативно, а главное вдохновляюще. Увидимся, пока. Дизайн вашего сайта, портфолио. Портфолио. Ну если за... Теперь давайте разбираться в особенностях построения бренда. Никто не зайдет в ваши видео, а главное даже не подумает зайти, потому что плюс ко всему я верстал с помощью там плюс ко личной я верстать ничего не... Так же ведите себя так, как вы ведете. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok